Уважаемые товарищи, предлагается приступить к обсуждению доклада, отчета ЦК и задачи партии. У кого есть что сказать? Выступить. Точнее, не то что сказать, а предлагается всем делегатам выступить. Дегтярев Дмитрий Борисович, Ленинградская организация. Уважаемые товарищи, мы знаем, что американский фашизм во внешней политике побеждается силой оружия. Победа на идеологическом фронте, это все замечательно, но, тем не менее, мы знаем, что сейчас лучшие представители рабочего класса находятся на фронте, против американского фашизма с оружием в руках. Также те, кто внимательно следит за ходом специальной военной операции, знают, что снабжение сражающихся наших товарищей оставляет желать лучшего. Поэтому по всей стране различные организации проводят сборы, закупку необходимого оборудования, закупку в том числе и элементов защиты и так далее. То есть средства индивидуальной защиты на войне, они тоже есть, не только на производстве. И рабочая партия России также включилась в эту работу. Вы знаете, что идет сбор средств и закупка необходимого оборудования, то, что просят нас бойцы. В настоящее время мы помогаем сотой отдельной мостыковой бригаде и народной милиции. Соответственно, занимается этим сбором средств конкретно Сергей Алексеевич Бабин. Деньги поступают ему на карту и в дальнейшем закупается все, что необходимо, отправляется ребятам на фронт. Это важная работа, несмотря на то, что у нас организация небольшая, тем не менее удалось уже закупить ряд необходимых для них вещей. Сбор продолжается. Я думаю, что это важная и нужная работа, которая, несмотря на то, что у нас определенные средства есть, партии необходимо продолжать. Это ведется не на партийные средства, то есть не из взносов, не из средств организации, а не из перечисления из личных средств членов партии. Спасибо. Комитарец Андрей, Болжевский хлебозавод, оператор линии. Хотелось бы затронуть в основном три вопроса. То есть мы вот в разговоре, особенно про СВО, все время идет как-то так обобщенно в плане того, что вот Запад, Америка, Украина. И получается, как будто бы все эти страны, они противостоят нам в целом. То есть там нет рабочих, которые как бы находятся под давлением финансового капитала американского. Поэтому хотелось бы как бы обратить на это внимание и все-таки разделять, что в принципе там тоже находятся наши братья по классу. То есть рабочие, трудящиеся в целом, то есть мы как бы воюем не просто с каким-то обезличенным западом, а именно с американским фашизмом. То есть это наиболее реакционные слои, то есть это люди, которые уже не будут, по сути своей. Сегодня встал вопрос о шестичасовом рабочем дне. Я как один из поборников этого борьбы за сокращение рабочего дня. То есть в целом я, допустим, не вижу проблемы в том, чтобы бороться за сокращение рабочего дня до шести часов. И если необходимо для повышения обороноспособности страны, как и на сегодняшний момент вышел этот закон, что по указанию правительства рабочие работали сверхурочно. Но это уже будет, соответственно, оплачиваться как сверхурочное автоматически. То есть как бы у меня поначалу у себя на предприятии тоже вроде как бы вызывало вот это удивление, непонимание, отторжение, что как так вроде как шестичасовый рабочий день. На сегодняшний момент, допустим, у меня на предприятии, если люди, допустим, заканчивают раньше работу, у них есть выбор, допустим, досидеть до конца рабочего дня, либо идти домой. Никто, я просто, в принципе, даже не знаю, люди с удовольствием бегут домой заниматься домашними делами, то есть для них это уже как само собой разумеющееся. Никто за дополнительные деньги не хочет оставаться. Поэтому я, в принципе, думаю, что это вопрос о сокращении рабочего дня, он должен остаться. Но, да, вот этот момент, который, о повышении правоспособности страны, у меня тоже поначалу как бы, то есть начинал я свою вот эту пропаганду с того, что вроде как бы надо противостоять капиталистам. И получается, в итоге люди приходят как бы к такому умозаключению, что вроде как типа не надо работать, и поэтому тем самым мы вроде как бы будем противостоять. Но смысл в том, что, правильно сказал все, что в целом рабочие должны осознать, что они не гости на производстве, что они хозяева этого производства. И в целом именно от рабочих зависит вообще работа этого предприятия. Потому что даже на практике, когда смотришь, то вроде с одной стороны спускаются заказы, планы, что будет делаться сегодня. Но именно рабочие уже в рабочем порядке решают, в каком порядке это будет, как вообще в принципе это все будет организовано. Потому что, как показывает практика, начальство, ну как-то, ну какие-то свои планы есть, но они вообще согласованы с реальностью. Поэтому сам лозунг того, что нужно бороться именно за укрепление производства, то есть именно за повышение производительности труда, он никак не противоречит тому, что нужно бороться за сокращение рабочего дня. Здравствуйте, меня зовут Дед Кутмар, я работаю сейчас в ООО РЖД, я его как раз в выступлении хотел добавить. Дело в том, что, ну как бы, из вывода, что происходящее, конечно, стоит вопрос о жизни и смерти, фактически, нашей страны. И основа это экономика. Поскольку у ООО РЖД работают, у нас тоже есть внутренние инструкции. Там фактически, можно сказать, что вопрос о жизни и смерти у меня стоит каждый день. Ну это поскольку транспорт повышенный опасно. Соответственно, в каждой из любой инструкции действующих людей, ну согласно которым действуют регулярно технические, там как раз то, о чем вы говорили, там это все введено вполне себе научными определениями. То есть это работоспособное состояние объекта. Это состояние, при котором объект способен выполнить требуемую функцию, при условии, что предоставлены все необходимые внешние ресурсы. Энергетические, материальные инструменты, знания и человеческие ресурсы, соответственно. Для поддержания этого состояния необходим резерв в совокупности тех самых дополнительных средств и возможностей, используемых для резервирования. Где резервирование это способ обеспечения надежности объекта за счет использования дополнительных средств и возможностей сверх минимально необходимых для выполнения требуемой функции. А если у нас любое из этих условий отсутствует, то объект переходит в неработоспособное состояние и использовать его нельзя. То есть фактически о том же самом идет речь. Для того, чтобы экономика работала эффективно, необходима и организация нормального производства, и конечно же улучшение условий труда и уменьшение в том числе и рабочего дня, потому что эффективно человек, как у нас научное исследование показывает, может не более четырех часов эффективно работать, все остальное время он уже тратит на самом деле неэффективно на рабочем месте, ну и все остальное, соответственно прочее. Поэтому как бы и борьба за улучшение труда, и за условия труда, и за ту же заработную плату, она вполне соответствует, так сказать, необходимым задачам экономики. То есть, ну это как примеры, которые привести, там где работают на рабочем месте. Помимо производительности труда, здесь тоже надо понимать, что производительность труда понимается не просто выпуск, да, какой-то там условной продукции больше, больше, больше. Она в самом виде продукция больше, она как бы не нужна. То есть, опять-таки должна быть эффективность в комплексном понятии. То есть продукция должна быть качественной. Вот для того, чтобы продукция была качественной, люди должны меньше уставать, с большим удовольствием приходить на работу. Соответственно, это тоже связано с тем самым сокращением рабочего дня. А естественное желание, как бы, ну вот, возгласность, так сказать, сознания большинства людей, то, что надо заработать больше денег, оно все равно со временем у людей и с возрастом быстро проходит достаточно. Потому что денег всех не заработать, возможности теперь, ну, времени меньше все остается. И дело в том, что она, борьба вот за сокращение рабочего времени, она, во-первых, подымает и качество на самом производстве, да, производимой продукции. Это позволяет, опять-таки, меньше этой продукции не нужно выпускать, чтобы она дольше служила, лучше соответствовала нашим требованиям, то самое, да, там, качество для иного, для человека, чтобы она лучше подходила. И в том числе, дело в том, что если у нас идет постепенно сокращение рабочего дня у большинства людей, то есть не надо думать, что люди будут от этого меньше получать заработную плату. Будут они получать точно такую же. Дело в том, что сама экономика, она капиталистически так устроена, что, ну, совсем не платить они не могут. По одной простой причине, что все равно потребителями этого производства являются эти же самые рабочие. То есть от того, что люди будут меньше работать, а не перерабатывать, она и зарплата на самом деле особо не уменьшится. Капиталист вынужден будет платить тот же самый необходимый минимум для поддержания штанов, который он платил и до этого. То есть, ну, то есть экономически человек на самом деле ничего с долговременной перспективы при уменьшении рабочего дня не теряет. То есть тоже такое важное. Спасибо. Всем привет, Тимур. Иркутская ячейка Ленинградского отделения. В Иркутске мы собираемся с двух городов. Это Иркутск и Шелехов, рядом стоящий город. Вот помощь СВО. То есть на СВО много разговариваем. Партия занимается отдельно помощью на СВО. Иркутская ячейка на последнем собрании приняла, в неочередном собрании приняла такое решение об организации помощи на предприятиях. То есть на своих предприятиях мы искали ребят, узнавали, кто уехал, и организовали им помощь. То есть тем самым можно и коллективу предприятия быть ближе, не отрываться от коллектива. То есть непосредственно на моем предприятии ушел один человек на СВО. Там ребята уже оказались организованы. Но мы тут же вписались. И инициативная группа тоже оказали ему помощь. Постоянно узнаем, как дела. То есть есть ли необходимость помогать семье. В целом необходимости семье помогать нет. Но ему сбор средств провели, чтобы его обмундировать. То есть и коллективу выход, то он вот он. Использоваться нужно вообще всем. Ну и как раз к третьему вопросу выходим. То, что пользовать нужно о текущем моменте. То есть пользовать нужно вообще любую ситуацию. Что бы ни случилось, ее можно использовать. Ну тут как бы все же диалектики. То есть и у нас, потому что я очень плохой диалектик, только учусь. Но очень понимаю, что во всяком плохом моменте есть что найти хорошего. То есть если человек ушел на СВО, это вообще ничего хорошего нет. То, что вообще у нас случилось СВО, то, что фашизм американский имеется. Ничего хорошего нет. То, что он рискует жизнью. Но можно же использовать и помочь этому человеку с предприятия. Не куда-то там непонятному людям. Со своего предприятия ты же к нему потом будешь обращаться, когда он вернется с этого СВО. К нему будешь обращаться, то, что нам бы и побороться бы еще за что-нибудь. И к ребятам, которые ему помогали, тоже будешь обращаться, то, что нам бы еще бы за что-то хорошее побороться. Тем более мы уже почти организованы. Раз здесь смогли организоваться, что там не сможем, что ли. Пользоваться можно в совершенно любой ситуации. И СВО, и на предприятии куча ситуаций, когда казалось бы все пропало, все стало тяжело, там, не знаю, организация разваливается. У нас пример хочу привести из своей инициативной группы. То есть, последний момент у нас тут был, когда мы пошли разговаривать с начальником о спецодежде, о ремонте спецодежды. То есть, да, у нас, получается, прошло собрание, ежемесячно сейчас собрание проходит. Прошло собрание, на собрании приняли решение, то, что так как человек в течение месяца не смог решить самостоятельно эту проблему, которая так-то решается уже, нашей бригадой уже решается без всяких вопросов, но начальник, мастер зарубает для него то, что ремонт спецодежды. Мы порешали то, что все сходим. Настает понедельник, время идти, идет три человека из десяти. Казалось бы, ситуация отвратительная, но в ней есть замечательный момент. Этот один человек, помимо нас двоих инициаторов, он, во-первых, начал разговаривать с начальником. Казалось бы, семь не пошло, но этот один, он сделал такой шаг над собой, то есть, раньше он вообще не разговаривал с начальником ни о чем, сейчас он там, да, пригибается, вот ниже, ниже, ниже к земле, с каждым словом, но он ведет диалог с начальником, это тяжело, и его можно только похвалить по этому поводу. Остальные семь человек, ну, испугались и не пошли, не организовались, не смогли себя переломить, и этим нужно пользоваться. Нужно показать им примеры, то, что вот видите, вот вы не смогли организоваться, вот, но мы вот смогли организоваться втроем, то есть, мы смогли его защитить, своего представителя, своего коллектива. То есть, нас троих хватило защитить его, а что же будет, если вы еще поддержите? То есть, они увидят, они на следующем собрании увидят то, что да, нужно было идти. То есть, не бросать это дело, не бросать все эти плохие моменты, выковыривать из них самое вкусное, самое нужное, самое сильное, и пользоваться каждым моментом. Спасибо. Ну, я все-таки предлагаю участникам съезда высказаться по отчету Центрального комитета, кто еще не высказывался, чтобы, как бы, понимать еще более общую картину всего происходящего за отчетный период. Круглов Алексей Владимирович, Нижегородская партийная организация. Я бы хотел к выступлению Валентина Владимировича добавить следующие слова, что у нас не так давно прошла мобилизация частичная, вот, в партии же я предлагаю ввести мобилизацию полную. Что это означает? Чтобы те товарищи, которые находятся в партии, участвуют в жизни партии, или даже те, кто больше не участвует пока что в жизни партии, чтобы они более интенсивно включались в партийную работу, а это значит, распространяли прессу, писали статьи в «Народную правду», чтобы интенсивнее боролись за составление и заключение прогрессивных кол-договоров, чтобы участвовали в работе сайтов, а не просто общались в интернете, как это многим нравится, высказать свое мнение, но, к сожалению, как доходит до действительной работы, то это, как правило, одни и те же люди, которые участвуют и в Красном радиофонде «Рабочая карьера», и в работе сайтов, в работе по написанию статей, ведь мы на самом деле, работая в редакции газеты «Народная правда», я могу сказать, что статьи пишут примерно одни и те же люди. Мы их все знаем, они участвуют и в работе съезда, и в работе РКР, а вот новые товарищи, которые вступают в партию, мы их пока что не так хорошо видим и не можем про них ничего сказать, хотя вступление в партию предполагает как раз работу в партии, и прежде всего работу, это взносы само собой, но прежде всего это работа. Это первый момент, который я бы хотел озвучить, чтобы люди мобилизовали себя и включились интенсивнее в работу, потому что не получится сейчас, скажем так, ограничиться теми силами, которые и так интенсивно работают в партии. И второй момент, который я хотел бы озвучить, вот уже упоминалось, скажем так, по поводу рабочего времени было сказано, некоторый дискурс это вызвало, а вот речь-то нужно поднимать о большей вовлеченности рабочих в организации производства, потому что совсем недавно была новость, что несмотря на СВО у нас поразительное явление наблюдается, это закрытие некоторых оборонно-промышленных предприятий, банкротство их. То есть это говорит о том, что рабочие не участвуют, в том числе и в сохранении производства, а как от них можно требовать борьбы за рабочее время, если они просто не могут заступиться за свое рабочее место. И поэтому рабочие должны более активно участвовать в организации производства, следить за выполнением гособоронзаказа и сохранять свое рабочее место. Прежде всего они заинтересованы в этом. И поэтому в работе партии в том числе нужно сохранить вот этот момент, который обозначен, между прочим, и в программе, что рабочая партия России также продвигает тот момент, что рабочие должны бороться за сохранение производства. Ну и еще раз, товарищи, кто еще не так интенсивно участвует в работе партии, пожалуйста, включайтесь. Нам нужны все члены рабочей партии России для того, чтобы добиться победы рабочего класса, для того, чтобы установить советскую власть. Спасибо. Вот здесь Федя Андрея Натальевич, город Королев рабочий. Сегодня здесь говорили уже об интенсивности труда, о том, что момент, которым мы воспользоваться, я тоже хочу сказать, что вот момент сейчас такой, первое такое у нас в СИЭС, когда такие события происходят, уже можно сказать, на нашей территории, благодаря тем референдумам, которые прошли на Украине. Вот я хочу сказать, что уже то, что об этом говорили мы давно, и как Александр Владимирович сказал, что рабочая партия России единственная, которая не была вообще удивлена данными событиями. Мы об обороноспособности всегда отпеклись и говорили, что эти вот все наши действия, которые мы пытаемся как бы в рабочие коллективы поднести, то научно-социализмное сокращение рабочего времени и повышение заработной платы, так как мы видим, что до сих пор, несмотря на такие события, очень много прибыли просто где-то утекает куда-то все. Все-таки буржуазии думают о своем кармане. Все равно больше, несмотря на то, что в ее жизни уже есть такая объективная угроза. Потому что так же я хотел бы сказать, что на все, что сказано, правильно продолжать и пользоваться моментом. И даже уже сама буржуазия, даже главнокомандующий нам говорит, повышайте рабочую заработную плату и как другим рабочим, так и российским рабочим. И сказал он так. То есть это уже, можно сказать, такой посыл откровенный, что вот вы сами... Он сказал, что вы сами повышайте, вам никто не будет ее повышать никогда. А лишняя прибыль, всегда сверхприбыль, будет куда-то оседать в чьих-то карманах, ну не в ваших. И опять же таки, это все будет влиять на те же события, когда они закончатся. И нам-то хочется, чтобы это все быстрее закончилось, и как можно меньше крови пролилось. Вот, ну а на это влияет вот тоже. То же самое повышение заработной платы. В противном случае все это до сих пор вот там, как тут директор завода одного череповецка говорил, что продаем и достаточно газа там, кривыми путями в Германию и так далее, а они танки гонят. Получается, мы воюем с армией, которая вооружается на наши деньги. Здесь столько глупостей в этом моменте. И не надо думать о том, что вот мы, если будем сейчас требовать какие-то повышения зарплаты, или там вот как-то организовать по-другому рабочее время, там рабочий процесс, что мы как-то повлияем плохо, негативно на данные события СВО. Наоборот, мы это только внесем позитив. Уже даже и главнокомандующий говорил, и уже даже глава там Рашид Ундей говорил, что каждый, каждый должен что-то сделать хорошо. Конечно, она в своем там думает по-своему, по-буржуазному, чтобы кто-то полезного, в смысле вот для буржуазии, что пошел, сделал, лишний час поработал и не взял денег или еще что-то. Но она имеет вот это вот, чтобы она вот пытается советский шаблон, когда люди за свое, у каждого не было частной собственности абсолютно, и не было классов антагонистов, делали одно общее дело. Вот она все пытается вот сейчас, если посмотреть даже эти СМИ буржуазные, вот эти все шаблоны пытаются натянуть на современную буржуазную действительность. Это немного, конечно, неправильно звучит, и как-то смешно где-то, и День Единства, ну, хорошее может быть название Единства, но, к сожалению, нигде не написано, кто с кем единый, и это не договаривается никогда, и никогда вам не скажут. Потому, я думаю, вот как здесь мы советуем Рабочую партию России всем этим заниматься. Это единственное, то, что каждый может сделать. Только представить себе 50 миллионов, пойдет и сделает немного хорошего. Коллективно договорное обвищено, или подойдет кем-то. Вот у меня есть коллективный договор, но у меня товарищи категорически не хотят о зарплате говорить, или еще что-то там, как-то, как говорится. А у нас посредние изделия по области, или в отрасли я повыше получаю, и я как бы даже не думал об этом. Ну, как-то вот так вот все. Вот, или собачья благодарность такая бывает. Знаете, прям вот я так благодарен директору, что меня взяли, или еще что-то. А я был никем, а меня научили на станке работать, или еще что-то. Я до вас и беру для того, чтобы вы были никем, и благодарны были всю жизнь. То есть, ну, что такое, тебя два дня научили на этом? Ну, он не закрутить, допустим, или еще что-то там, штангелем пользоваться. Ну, это не... Конечно, там какая-то чувствительность со временем приходит, но учили-то тебя два дня всего. И я не могу себе представить, почему благодарность такая директорам, или каким-то собственникам, за то, что тебя взяли на работу. Почему тебя должны были не взять на работу? Я не знаю. Потом вы приносите прибыль вообще-то и директорам, и всем, и кому-то не надо. Все, кто не заняты производителем натуралом. И все, и происходит распределение. Справедливо, несправедливо. Там уже другой вопрос. Так что, я думаю, здесь нужно сегодня, как никогда, сосредоточиться на целях обновления производства, организации, каких-то вступлений в какие-то организации, если сами не можете, так... Ну, у нас свои задачи, конечно, организовать, помочь эти организации организовать. Надо пытаться дальше. Хотя, кажется, это невозможно в процессе разговоров, пока... Такое ощущение, что мы в какой-то предел уже. Но предел для того и нужно перейти как-то, чтобы это, в конце концов, было пределом. То, что переходит. Вот надо как-то перейти это. Но, может быть, в процессе дальнейших обсуждений задачи у нас здесь поставлены немаленькие, а вот, наверное, надо как-то связоточить на этих задачах и идти вперед. Спасибо. Спасибо. Егорчик Михаил Анатольевич, следствие. У нас вот сейчас простая информация такая, что вот предприятия, даже которые обанкротились, начали открываться для выполнения военного заказа. Потому что это бывшие военные предприятия даже обанкрочивали все. Там, конечно, довели до такого состояния. Мы как бы принимали участие в последних митингах, как бы за сохранение завода. раздавали газеты, там, разговаривали с рабочими. А сейчас известно, что все, ну, вторисмены начинают работать, пороховые заводы, моторные заводы, то есть все стратегические. И тут на днях мне позвонили с социологическим вопросом от мэра Перми. Задавался там перейти вопросов по улучшению жизни Перми. Ну, и, соответственно, задали вопрос, как мы думаем, ну, как вот я придумаю о помощи мобилизованным. Я говорю, он мобилизованным, во-первых, должно быть первоначальных государств, которые призывают их. Я говорю, а вы не хотите оказать помощь, например, о работе военных предприятий, которые начали работать в три смены? Они говорят, а им разве надо помогать? Я говорю, а разве не надо? По-моему, на одного воюющего на передовой приходится 10 человек в тылу. То есть без экономики ни одну войну выиграть нельзя. А как это нам можно помочь? Уток созданием рабочих мест квалифицированных, надо обучать людей, надо принимать людей. Вот те же предприятия, которые вы вновь хотите открыть, где вы людей-то наберете там. Это же ведь, надо же этих кадров взять. Я знаю, там какие-то такую продукцию выпускали, я сомневаюсь, что люди с колена кто-то там придут со двора и сало начнут собирать такие изделия. Нет, конечно, там и эффективность от таких предприятий. И я так понимаю, что без увеличения рабочих мест говорить о сокращении рабочего дня никак не приходится. То есть это одно от другого как бы зависимо. там много факторов, но как-то так. Вот надо, чтобы буржуазита первоначально создавала рабочие места и обучала людей. А то они до этого говорили, что не надо, а сейчас вдруг надо стало. у меня все. Дело в том, что для того, чтобы буржуазия создавала эти самые рабочие места в той же оборонной отрасли, конечно, ей надо помочь. Помочь, как в первую очередь стимулировать, принудить ее к этому. А принудить в первую очередь наверное надо таким образом, что если мы рассматриваем, когда люди перерабатывают за дополнительную плату, ну, как бы заставить их уж совсем не могут. Зачастую они это делают добровольно, по своим каким-то интересам экономическим. Это один вопрос. Здесь мы, конечно, можем действовать на них только агитацией, объяснением, то, что делать так не надо, потому что в итоге это превращается, эта переработка становится нормой со временем. А вот если мы рассматриваем вопрос нынешней ситуации, о том, что людей принуждают перерабатывать, указом о том, что там отменяются отпуска, дополнительные смены, больше рабочий день увеличивается, растет интенсивность на производстве, то в этом случае, мое мнение, что, наверное, надо требовать, чтобы за этот период просто у людей коэффициент стажа, например, был x2, включался. Вот и все. Просто, чтобы у них резко рост трудовых стажей. Грубо говоря, приравнять к условиям севера, какие-нибудь, даем, или еще что-то, для того, чтобы они просто хотя бы раньше вышли на пенсию. Ну, как бы даже чисто с нормальной научной точки зрения, это как бы вполне себе как бы обоснованно, поскольку любого человека организм, он вполне себе изнашивается и имеет определенный ресурс. Если человек больше работает, значит, он, к сожалению, раньше умрет. Государство это не дает. Поэтому, если государство такой указ сдает, соответственно, оно должно об этих людей гарантировать, что они раньше были на пенсию. Василий Иванович, Вам слово, отчет Центральной контрольной комиссии. Задача Центральной контрольной комиссии является контролирование и выполнение программы устава проверки финансово-экономической деятельности и рассмотрение апелляции по персональным делам. Если по первому вопросу, то Центральной контрольной комиссии в партии делать ничего не пришлось, потому что программы устав выполняется, нарушения какие-то, которые происходят в партийных организациях, решаются. Я возьму, например, пример московской организации. За отчетный период московская организация приняла несколько товарищей новых членов партии, но партийная организация не выросла, потому что за этот же период пришлось освободить, исключить из партии людей, которые нарушали устав невыполнением взносов, невыполнением поручений, отстранения работы партийной. То есть, я думаю, также решался вопрос и в Нижегородской, и Ленинградской организации, то, что это товарищи нам и товарищ Кудрявцев, товарищ Голков говорили. В рабочем порядке. В общем, все, товарищи, что говорили. Спасибо, Василий. Уважаемые товарищи, предлагается утвердить отчет ЦКК. Прошу голосовать, кто за, против, воздержавшись, единогласно. И, значит, уважаемые товарищи, дать оценку, как провели работу за истекший период. Стоит ли их выбирать на следующий период? Какие предложения будут? Уважаемые товарищи, предлагается работу Центрального Комитета признать за истекший период удовлетворительный. Прошу голосовать. Спасибо.